всем большой привет дорогие зрители сегодня мы нарисуем вспомогательный объект для нашей тематики концепции ислам итак я использую плагин зеркальный ссылку на плагин я оставлю внизу если вам интересно я всегда им пользуюсь то есть он стоит 10 долларов но это того стоит то есть сколько я уже рисую я всегда использую плагины с этого сайта и так я рисую в общем-то минаред я блокирую сам файл да то есть сам плагин чтобы случайно его не сдвинуть и скажем так рисую саму основу у меня это будет не реалистичный объект то есть не 3d объект по крайней мере пока сейчас это будет то скажем так контурная графика и я его буду использовать как в какой-то столько вспомогательный объект то есть что-то вроде заднего фона потом впоследствии я сделаю конечно же из него как реалистичный да то есть более реалистичный чем то что я рисую сейчас я на самом деле срисовываю с фотографией то есть у меня есть фотография мечети и мне так легче визуализировать то есть конечно же я не один в один срисовываю но основные черты да то есть как-то основной наклон там именно то что вид вид получается у меня снизу до снизу наверх вот эти основные черты я беру с фотографии и вам тоже советую если у вас как бы еще нет такого профессионального взгляда в плане того чтобы свизуализировать в голове я очень рекомендую использовать фотографии так я пока не очень знаю как я это буду разукрашивать и буду ли вообще разукрашивать поэтому сейчас просто экспериментирую я точно знаю что это будет просто какая такая черно-белая графика сейчас она только определиться как сделать лучше итак я использую эффекты умножения и просто сделают тень я не буду контур контуру подгонять да то есть так как это такая абстрактная вспомогательная деталь моей картинки ошибкой детализации там нет не требуется просто аккуратно и симпатично да то есть самое главное качество это симпатичность примерно это будет выглядеть каким-то таким вот образом добавляю еще немного объема объединяю все копирую на другую сторону да можно то есть немножко увеличить прозрачность и делаю самую верхушку вот мой минарет в общем-то готов остается только его под ретушировать вот такие минареты у меня получаются и теперь мне необходимо нарисовать фундамент моей мечети для основания мечети я все-таки использую 3d эффект пока конечно не знаю но мне кажется так будет просто проще но я сделаю то есть сделаю 3d эффект а потом сделаю контурную графику вот ну соединяю так чтобы это было более менее красиво и мне надо вращение кстати мне надо будет потом основание мечети чтобы совместить с миноретами я убрала кроме так промежуточные какие-то варианты для будущей возможно мечети то в будущем я буду также делать и сейчас я подгоняю это вот основание чтобы она совпадала примерно с то есть чтобы как будто бы я смотрю то есть снизу вверх ну и примерно чтобы совпадала совпадал вид здесь я показываю все в ускоренном действии потому что но это рассчитано исключительно на вдохновение и скажем так на передачу какой-то идеи да то есть не на основной момент такой технический то есть как сделать именно технически а именно просто передать вам идею то есть как я делаю ту или иную штуку если вы хотите более подробного обучения то есть все в деталях то есть как что то есть именно технические какие-то моменты то для этого есть стоковый иллюстратор курс вот и если вы хотите именно обучение да то есть не вдохновение а именно обучение то это скорее туда здесь скорее просто именно я делюсь какими-то своими такими моментами то есть как я делаю то или иное и так сейчас я скажем так просто делаю закрытые объекты те которые нужны оставляю те которые не нужны то есть задний план я их удаляю и опять же мне так как мне надо в общем-то сделать контурную графику но мне нужны будут тени да как в миноретах мы делали тени так и в центральной части мне нужна тень поэтому я сделаю все-таки закрытыми объекта и так я рисую контур как видите контур у меня немножко смазался то есть мне надо отрезать все что мне не надо то есть я просто сейчас подгоняю чтобы было видно только исключительно передний план и чтобы это было красиво сам контур немножко толстоват потом я его тоже утончу то есть это не проблема сейчас я просто буду удалять то что скажем так вылазит за за рамки ну примерно вот так вот в общем то я оставлю свою мечеть и теперь добавлю тени в центральную часть я буду примерно ориентироваться на минореты чтобы все смотрелось в каком-то таком одном стиле я буду и и и и и Мне кажется, уже выглядит в принципе неплохо, достаточно похоже на то, что изначально было задумано. Я хочу сделать стекла для моих окон, поэтому разрезаю, удаляю то, что не надо. И стеклам тоже придаю такой же градиент и такой же эффект. Примерно вот так вот это будет выглядеть. Все группируем и смотрим, чтобы не было уже изначально открытых объектов. Итак, мои предварительные объекты готовы, теперь их надо просто все совместить и сделать какую-то общую композицию. Смотрите, так как у меня объекты прозрачные, то есть я не могу просто так их поставить один за другой. Надо что-то придумать. У меня будет, допустим, мечеть из четырех миноретов. И теперь, смотрите, я делаю маску для того, чтобы спрятать кусок минорета, который, скажем так, вылазит за рамки. Вот таким образом я поступлю с тем, что вылазит за рамки. Остальные минореты, скажем так, стоят прямо, да, их надо никуда прятать. Теперь я сделаю общую маску, чтобы убрать низ. То есть для того, чтобы сделать низ более размытым. То есть я низ сейчас рисовать как бы не хочу детализированный, поэтому мне его сейчас лучше спрятать. Я делаю маску, и там, где у меня будут черные точки, там будет исчезать. Там, где будут белые точки, будет просвечиваться маска. Теперь, скажем так, маневрируя с вот этим вот черно-белым градиентом, я буду то, что мне не надо прятать, то, что надо, буду оставлять. Итак, я поставила объекты из прошлого нашего видео. И теперь давайте посмотрим, как мы будем совмещать, скажем так, и делать какую-то общую композицию. Как я уже говорила, мы будем, скажем так, из нашей прошлой композиции, да, то есть дорисовывать, дорисовывать, дорисовывать. И таким образом у нас получатся более объемные и более красивые композиции. У меня есть несколько разных вариантов текста, и теперь я буду экспериментировать и ставить. То есть это будут, скорее всего, симиляры. Так как у меня пока есть только один вспомогательный объект, то есть мечеть, да, ну и узор. Узор мы с вами тоже нарисуем в следующем объекте, в следующем видео, точнее. Так как, да, у меня всего лишь один вспомогательный объект, то есть одна мечеть, и причем у меня одного формата только, симиляры не будут очень разнообразными, но для начала пойдет. Итак, я рисую. То есть сейчас я просто оформлю текст, чтобы это было, ну, как-то красиво. Вот таким вот образом. Смотрите, можно поставить разный текст. Допустим, вот такой текст, в общем-то, один и тот же написанный. Кстати, кому интересно именно по исламу, то это первая сура и первый азат, да, то есть первый абзац, если правильно говорить, во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Это не то, что я пропагандирую ислам или вообще какую-либо религию, это просто для расширения кругозора. То есть я всегда за, и мне всегда нравится узнавать что-то новое, тем более, ну, это прям для меня, для русского человека совсем новое, да, то есть я не росла в исламской культуре, вот, поэтому мне очень нравится, скажем так, этим сейчас интересоваться. Итак, я сделала два, да, две монтажные области на одном файле. То есть сейчас я буду просто делать семиляры, скажем так, предварительные какие-то варианты. Чтобы не удалять и не выходить из этого файла, я делаю разные артборды. И сейчас я буду просто экспериментировать, добавляя какие-то разные-разные эффекты. Что-то из этого будет красиво, а что-то не очень. Пугаться не стоит, потому что в любом случае можно будет все-все видоизменить. Итак, я решила добавить какие-то абстрактные элементы просто в виде какого-то эксперимента. Так начинается, в общем, мое творчество, да, то есть когда уже просто создается на глаз, да, то есть просто на ощупь и так далее. Это абсолютно ничего не значащий эксперимент, но для, скажем так, для творчества очень здорово. Итак, я поставлю другой надпись, другую надпись. Да, то есть это все, что я, ну, половина я создавала в прошлом видео, ну, и, скажем так, и дополнила еще чем-то вот себя. Не знаю, мне нравится, я оставлю. Конечно, вот этих вот цветочных узоров должно быть больше, да, то есть если их будет много, они сами по себе будут разбавлять картинку и делать ее, скажем так, более, как разнообразный. Давайте сделаем еще один семилляр. То есть, в принципе, все то же самое, все те же самые объекты, только текст другой. А, и здесь я еще добавила немножко другой цветочный орнамент. Посмотрим, что из этого выйдет. Немножко у меня даже иероглиф на что-то китайское похоже. Ну, ладно. Ну, и давайте в конце добавим несколько эффектов. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие симуляры у нас на сегодня получились. Мне кажется, в принципе, даже неплохо. И в следующем видео будем далее экспериментировать с данной тематикой, с данными объектами. Конечно, для того, чтобы симуляры были изначально более разнообразными, надо сейчас нарисовать еще какой-то объект, да, еще парочку объектов, то есть, чтобы это было, чтобы было вообще, в принципе, с чем работать, чтобы было, что размножать, да, то есть, допустим, чтобы 4 картинки, и на всех были разные вспомогательные объекты. Тогда будет действительно красиво, тогда действительно симуляры не будут похожи друг на друга, и будет очень здорово. Ну, пока мы для примера сделали таким образом, в следующем видео нарисуем еще один какой-нибудь вспомогательный объект. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным, и до встречи в следующих видео. Всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!